Завтра вечером торжественно откроются Дни Старого Города с их обширной программой, о которой мы вам детально расскажем в следующем выпуске новостей. Пока лишь напомним, что открытие завтра на Ратушной площади. Но летний Таллин порадует нас и другими событиями, например, молодым, но уже очень популярным фестивалем Коплифест, который состоится 22 августа и приурочен к еще одному летнему празднику Дням Народов Эстонии. Подготовка идет полным ходом, и наша гостья Илона Узлова, которая руководит Международным объединением национально-культурных обществ Лира, принимает активное участие в подготовке этого праздника. Илона, добрый вечер. Добрый вечер. История Коплифеста началась недавно, несколько лет назад. Жители решили организовать такой фестиваль. Он всем понравился и, конечно же, решили продолжить. И примечательно то, что еще лет 10 назад, наверное, Пыхья Таллин считался неблагополучным районом, и туда даже многие просто боялись приезжать. Но теперь видно, что район кардинально меняется. Район изменился до неузнаваемости. Он стал интересным для молодежи в первую очередь. И во многом это все благодаря нашей управе Пыхья Таллина, команде, которая работает при управе. Потому что их подход, он достаточно... Они открыты. Они готовятся к мероприятию со всей душой. Причем соблюдают и учитывают потребности жителей района. Основные мероприятия Коплифеста пройдут в Казе-парке, который, кстати, недавно был обновлен. Это верно. Несколько лет мы наблюдали за тем, как обновляется парк. И, наконец-то, 22 августа у нас есть возможность стать частью красочного открытия этого парка. Потому что место, оно не так популярно на сегодняшний день, но, кстати, не заслужено. Главной темой Коплифеста станет День народов Эстонии. Действительно ли Пыхья Таллин такой многонациональный? В Пыхья Таллине на сегодняшний день проживают представители более 60 различных национальностей, что достаточно интересно. И самое приятное, что они, многие из них, готовы поделиться с нами секретами своей культуры. Я так понимаю, что делиться они как раз будут на фестивале? На Коплифесте, все правильно. В воскресенье в 12 часов будет торжественное открытие мероприятия. И далее всех ждет увлекательная программа. Мы продумали, чем бы так порадовать детей. И предлагаем Полине Черкасову ее выступление с прекрасными сказками, которые интересны не только детям, но и взрослым. Они будут как на русском языке, так и на эстонском языке. А дальше, конечно, нас ждет красочная программа фестиваля от Международного общества Лира с танцами и песнями на разных языках. Ну, стоит напомнить, что фестиваль не только для детей, но и для взрослых тоже. И для взрослых тоже. Надо отметить, что помимо красочной концертной программы, мы еще предусмотрели улицу национальной кухни. У всех посетителей будет возможность познакомиться с шеф-поварами той или иной кухни, узнать рецепты и, конечно же, угоститься сладостями и различными блюдами национальной кухни. А что будет происходить на главной сцене? На главной сцене, которая находится в Казы-парке, нас ожидает красочный концерт. А вечером будет выступление очень известного фольклорного ансамбля «Свят Аватра». Помимо того, что мероприятия пройдут в Казы-парке, также некоторые мастер-классы, я знаю, пройдут на территории Пахиаталинского молодежного центра. Да, нам бы очень хотелось показать различные части Пахиаталина. И мы подключили территорию молодежного центра Пахиаталина, на которой будут проходить различные мастер-классы. В том числе можно будет пройти мастер-класс по безопасной езде на самокате. Также будут творческие мастер-классы. А что касается мер безопасности, ведь ситуация с коронавирусом достаточно сложная. Организаторы мероприятия предприняли все меры безопасности для того, чтобы было комфортно и удобно и безопасно в первую очередь. При этом оставляя вход свободный и без какой-либо оплаты. Отойдем от фестиваля. Расскажите, как живет сейчас общество Лира? У нас очень непростое лето было. Очень готовились к новому сезону. И есть чем порадовать. У нас уже подготовлены и мастер-классы, как для взрослых, так и для детей. Как в онлайн формате, так и на месте. Ну тогда давайте всех пригласим еще раз на фестиваль, который состоится 22 августа в Казы-парке. Пожалуйста, приходите всей семьей, здоровыми и с хорошим настроением. Спасибо, Илона. Успехов. Благодарю. Так что нам остается только призвать всех посетить 22 августа фестиваль Коплифест, о котором рассказала руководитель объединения Лира Илона Узлова. И обязательно заглянуть на интернет-страницу столицы, чтобы подробно узнать о событиях Дней Старого Города. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!